Привет друзья! Это уже 831 выпуск интересных новостей из мира железа и всяких прикольных технологий. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски и полетели посмотрим, что у нас произошло новенького. Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GameReady 537.34 WHQL, где была добавлена поддержка Mortal Kombat 1 и Lies of P, которые обладают технологией масштабирования DLSS 2. Также новый драйвер призван улучшить ситуацию в игре Starfield. Правда даже по заявлениям самой NVIDIA новое ПО повысит производительность лишь на 5 процентов, да и то благодаря оптимизации работы Resizable Bar. Кроме того, улучшения почувствуют лишь владельцы видеокарточек RTX 3000 и 4000. Да и в целом 5% прирост вряд ли что-то изменит, ведь видеокарточки AMD в Starfield показывают себя аномально лучше. Сама же игрушка Starfield уже стала доступна в облачном сервисе GeForce Now, а теперь стало известно, что ее ждет еще одно значимое улучшение, и в игру все-таки добавят DLSS. Правда пока не ясно какую из версий DLSS добавят в игру, и также не ясно когда это случится, ведь разработчики просто заявили, что добавят DLSS, перечисляя то, что будет сделано в будущем. Игровая приставка Nintendo Switch 2 может получить не столь современный GPU, как считалось ранее. Ведь в базе GitHub обнаружилось упоминание двух однокристальных систем NVIDIA под названием T234 и T239. Предположительно, компания Nintendo остановилась на второй, но ее конфигурация неизвестна. Однако сообщается, что GPU там опирается на архитектуру Ampere, а сама SOC будет производиться по техпроцессу в 8 нм на мощностях Samsung. При этом ранее мы слышали, что Switch 2 должна получить GPU на архитектуре Adela Vlays, и если производительность зависит не только от архитектуры, но и от характеристик, то энергоэффективность у новой архитектуры намного выше. Также стоит вспомнить недавние утечки о том, что Switch 2 поддерживает DLSS 3, и сейчас эта технология доступна только на видеокартах RTX 4000. Хотя с другой стороны, сама NVIDIA говорила, что DLSS 3 может работать и на более старых адаптерах. И энтузиасты даже запускали ее на RTX 3000 и 2000, но официальная поддержка есть только у 4000. Компания AMD уже заявляла, что действительно новых моделей видеокарт в линейке RX 7000 больше не будет, но вполне могут быть модификации имеющихся. И как раз одной из таких моделей может быть RX 7600 XT, ведь ее зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии компания PowerColor. На самом деле эта модель выглядит очень необычно, ибо как минимум PowerColor зарегистрировала две версии с 10 и 12 гигабайтами, тогда как у RX 7600 их всего 8. И вот тут вся фишка, что у RX 7600 шина 128 бит, и она не может опираться на какой-то иной GPU, нежели Navi 33, если верить заявлениям AMD. То есть сделать шину шире чем 128 бит AMD вряд ли сможет. Правда в истории видеокарт были модели с нестандартным соотношением объема памяти к ширине шины, так что в теории 7600 XT может получить тот же GPU, что и 7600, ту же шину, но и больше памяти. Также красные могли бы использовать 96 и 80 битную шину для такого объема памяти, но это было бы очень странно. Ну а в эпоху дорогих материнских плат я бы советовал вам приглядеться к некоторым предложениям на Алиэкспрессе. По типу вот такого комплекта с Ryzen 7600. Также здесь можно взять выгодные китайские платы на чипсете B660, которые позволят бюджетно собрать игровой ПК на том же Core i5-12400F. А если вам принципиально нужна Nvidia, тогда здесь можно взять GTX 1660, хотя RX 5700 выглядит куда привлекательнее. Я о ней говорил в прошлых роликах. Ну а ссылки на все эти товары лежат в описании. Компания Asus уже готова вывести на рынок видеокарты RTX 4000, которые не требуют никаких кабелей для доппитания. И адаптеры Asus BTF, или это расшифровывается как Back to the Future, будут представлены уже 15 сентября, то есть завтра. Что интересно, BTF это не только название новинок, но и инициатива, которой кроме Asus присоединились Thermaltake и Silverstone. Здесь каждая компания играет свою роль и вносит свой вклад в проект, целью которого является создание нового стандарта компонентов и дизайна ПК. При этом данный альянс создан вовсе не для того, чтобы продвигать только новые видеокарты Asus. Ведь для этого компании, собственно, не нужны никакие партнеры. Целью этого объединения является переосмысление всех основных компонентов. И примером тому служит уже анонсированная системная плата TUF Gaming B760M BTF Wi-Fi формата Micro ATX. Фишка в том, что у этой платы все разъемы питания расположены на обратной стороне. И вот тут Asus пригодится партнерство с Thermaltake и Silverstone, которые кроме прочего производят и блоки питания. Первой же видеокарточкой с разъемом Advanced BTF и именно так Asus назвал разъем GCH Power будет RTX 4070 BTF, которую как раз и представят завтра. Но к сожалению скорее всего только для китайского рынка. Китайские видеокарточки Moorthreads MTT постепенно обрастают все большим количеством возможностей. И к примеру теперь они поддерживают Unreal Engine 5. Пока подробностей к сожалению немного, но сообщается, что MTT S80 может успешно отображать контент в Unreal Engine 5 и его различных инструментах, таких как Lumen и Nanit. Правда в этом случае стоит отметить, что речь идет именно о профессиональной работе с Unreal Engine 5, а не о запуске каких-то игрушек на его основе. Память HBM с каждым поколением становится все быстрее. Но HBM 4 может принести радикальное повышение скорости передачи данных. Согласно свежей информации ширина шины памяти может быть увеличена сразу вдвое с 1024 до 2048 бит на стэк. Если с чем-то сравнивать, то 1024 битной шина у HBM стала еще в 2015 году. И с тех пор она так и не поменялась. И получается, что пиковая пропускная способность стэка при прочих равных вырастет с 1,15 до 2,3 терабайт в секунду. Правда при столь внушительном росте пропускной способности производители готовых устройств могут вполне сокращать количество стэков ради экономии. Так что конкретный продукт может и не получить всю эту двукратную прибавку. Ребята, хотел бы вам напомнить, что все основные новости в коротком варианте сейчас выходят в моем телеграмм канале и группе ВКонтакте. Поэтому не забудьте там подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. А если у вас есть желание и возможность, то вы в любой момент можете поддержать канал финансово через мой Бусти. Ссылочки на все лежат в описании. Очередной процессор Intel линейки Meteor Lake засветился в сети. И Кикбенч определяет эту модель как Core Ultra 7 1002H, но похоже серийные CPU так называться не будут. И судя по всему это та же модель которую мы ранее видели под именем Core Ultra 7 165H. Данный CPU действительно имеет 16 ядер, то есть шесть больших, восемь малых и еще два дополнительных малых ядра в чиплете SOC. И теперь получается известно, что этот процессор работает на частоте до 5 ГГц. И похоже это будет максимумом для Meteor Lake, ведь такая частота является максимальной для текущих Core 13 0P. Хотя если не брать в расчет P процессоры, то модели H сейчас работают на частотах до 5,4 ГГц. Но пока нет каких-то утечек, которые намекали бы, что Meteor Lake на такое способны. Компания Intel уже представила интерфейс Thunderbolt 5 с гигантской пропускной способностью в 120 Гбитс. И для сравнения, USB 4 способен передавать лишь 20 Гбитс. Столь огромный прирост пропускной способности дает большие возможности. И сама Intel считает, что появление Thunderbolt 5 приведет к возрождению рынка внешних видеокарточек. Помимо же внешних видюх, в компании считают, что Thunderbolt 5 может сделать так, что появятся не только внешние видеокарты, но и внешние ускорители для искусственного интеллекта. И пожалуй напомню, что Thunderbolt 5 позволяет подключить до трёх экранов 4К с частотой до 144 Гц и передавать до 240 Вт мощности. На недавней презентации Apple стало известно, что на iPhone 15 Pro и Pro Max уже в этом году выйдут полноценные компьютерные игры и ими будут Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Death Stranding. Вообще на самом деле приход ААА игр в мобильные телефоны это действительно шаг вперёд. Но теперь мы знаем, что как минимум Resident Evil Village будет работать на смартфонах с частотой 30 кадров в секунду. Журналисты IGN уже имели возможность оценить работу игры на iPhone 15 Pro и отметили стабильные 30 кадров. Правда пока всё ещё не ясно с какими графическими настройками всё это будет работать на айфонах. Ещё одна любопытная и важная деталь заключается в том, что подобные игры можно будет купить единожды, а затем запускать хоть на айфонах, хоть на айпадах, хоть на макбуках. Правда если мы говорим про компьютеры Mac, то там понадобится только Apple Silicon, но это уже проблемой в принципе не является и таких девайсов очень и очень много. В чарте продаж Steam вторую неделю подряд лидирует космическая игрушка Starfield. А второе место всё ещё принадлежит Baldur's Gate 3. А вот её ближайший соперник уже поменялся. Дело в том, что в тройку лидеров неожиданно вернулась Red Dead Redemption 2, недели ранее занимавшая 66 строчку. И продажи Вестерона 2018 года взлетели на фоне 67% скидки. Ещё интересно, что 10 сентября Starfield установила новый собственный рекорд онлайна в 330 723 пользователя, опередив тем самым The Elder Scrolls V Skyrim. А второй лучшей новинкой после Starfield, несмотря на плачевное состояние ПК-версии и почти полное отсутствие значимых отличий от прошлой части, стал баскетбольный симулятор NBA 2K24. Данная игрушка получила крайне отрицательные отзывы с рейтингом 11% на основе почти 3000 обзоров и привлекла 11552 пользователя одновременно. Ещё, пожалуй, стоит отметить предзаказ шутера Payday 3, который ворвался в топ-10, прибавив сразу 19 позиций, а его релиз состоится 21 сентября. И на этом моменте ролик подходит своему завершению, поэтому не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также подписывайтесь на мой канал, если вы ещё вдруг не подписаны. За финансовую же поддержку канала через Бусти я говорю всем огромнейшее спасибо. До скорого, друзья.